друзья всем привет мы решили несмотря ни на что не останавливать выпуск роликов про автомобили более того мы решили немножко адаптировать формат и теперь начале каждого ролика про автомобиль который мы привезли или подобрали будет небольшая новостная сводка с актуальными новостями с актуальными проблемами которые существуют на сегодняшний день вы будете знать обо всем 1 более того многие из вас не знают но у нас был свой instagram канал назовем это так у нас есть группа вконтакте у нас есть свой сайт ссылочки под этим видео на все что у нас было до этого мы прикрепляем и теперь у нас еще появляется telegram канал и теперь мы еще и создаем на яндекс зене видеоканал нас становится больше возможно какие-то из каналов ближайшее время работать перестанут но в общем мы я думаю не пропадем и мы не потеряемся теперь касаемо того что происходит с возом на сегодняшний день мы продолжаем возить автомобили и на этой неделе а сегодня ребята 13 марта мы привезли 4 автомобиля из европы на сегодняшний день никаких ограничений по возу для физических лиц легковых автомобилей для личного пользования нету то есть в завести автомобиль в принципе возможно можно ли перевести деньги за границу это вопрос на этой неделе мы не переводили мои клиенты не переводили я на этот вопрос ответить не могу можно ли перевести деньги обратно из европы сюда в россию да возможно на этой неделе мы переводили 3 ндс а два из которых дошли один пока не дошел но у клиента банк втб-24 который как я понимаю больше всех пострадал собственно говоря даже ндс по свифту на валютный счет мы можем из европы в частности чехи перевести в россию вы можете получить свои деньги обратно что в принципе делаем продолжаем выполнять свои обязательства также одна из привезенных машин она везлась на продажу это бмв 3 серии если вам интересно позвоните в офис вы можете купить эту машину цена ее 28000 евро я не понимаю как давать ее в рублях по какому курсу считать может быть у кого-то из вас есть евро и вам нужна машина звоните обращайтесь в офис возможно мы опять же найдем друг друга поможем друг другу и еще у нас есть один автомобиль в пути это бмв м4 это кабриолет да это мажорная машина возможно на не совсем будет актуально на сегодняшний день потому что люди озабочены вопросом как завтра купить хлеб и масло но вы знаете москва она немножко отличается от всей страны и у нас люди бегут покупают машины за 15 за 20 за 30 миллионов и за ними еще стоят очереди ну вот может быть вас это удивит на самом деле это так с новостями мы друг друга поняли где нас найти вы теперь знаете а теперь я предлагаю посмотреть на очень интересную машину это audi q5 которую мы привезли из германии и отправиться на этой машине из москвы в санкт-петербург привезли еще один очень интересные автомобили в этот раз это паркетник и как вы поняли это audi q5 друзья и сегодня я хотел бы обсудить с вами очень важную тему сегодня я хотел бы обсудить ваши комментарии которые вы пишете под нашими постами в социальных сетях и под видео на youtube в том числе многие из вас считают что наши заказчики нерационально тратят свои деньги многие из вас считают что люди выкидывают деньги покупая подобные автомобили из германии так ли это на самом деле давайте разберемся на примере вот этой audi q5 которую мы в очередной раз привезли из германии смотрите если вдруг вы решите купить audi q5 подобного поколения и пойдете на наши отечественные доски объявлений то вы увидите преимущественно бензиновые машины машина с двухлитрового мотора мощностью 249 лошадиных сил машины в пакетных комплектациях машины которые в свое время были официально завезены и проданы дилерами и в принципе за плюс минус 3 миллиона рублей вы можете что-то подобное купите пробег такого автомобиля будет около 100 тысяч километров но если вы хотите дизель если вы хотите панорамную стеклянную крышу если вы хотите адаптивный круиз-контроль если вы хотите машину с пневмоподвеской если вы хотите премиальную аудиосистему банков лоусом если вы хотите вентиляцию сидений если вы хотите все это и еще больше то вы не сможете купить себе машину на нашем рынке а если вы хотите дизель и полный привод то вы в принципе не сможете купить такую машину нашем рынке потому что насколько я знаю такие машины в данном поколении у нас официально не продавались это что вы видите на досках объявлений это привезенные на продажу или привезенные для себя кем-то ранее машины из европы поэтому говорить о том что вот за такую большую сумму денег которые назову чуть позже купить такое это безумие ну ребята знаете спорное такое заявление потому что если вам нужна такая машина а еще с таким маленьким пробегом да там 1060 то это реальный будет стоить таких денег причем на момент когда я рассказываю это возможно еще реально а пройдет пару месячек и цены опять вырастут и подобного плана машина будет стоить еще дороже и это еще не все если вы поедете смотреть 3-4 летнюю машину которая эксплуатировалась в москве которая эксплуатировалась в россии то с большой вероятностью при покупке этого автомобиля у вас будут какие-то рекомендации по ее техническому обслужению возможно поменять что-то по подвеске потому что резиновые уплотнения у нас особо долго не живут возможно у этого автомобиля будет какое-то количество окрас например машины которые эксплуатируются в москве как правило за 3-4 года получают повреждения и красятся бамперы двери крылья что-то ремонтируется по кузову и это в принципе нормально для московской эксплуатации когда вы покупаете машину в европе это яичко это конфетка эта машина в которой ничего делать не надо и состояние этого автомобиля приближена к состоянию новой особенно если вы ее берете с пробегом 60 тысяч километров ну грубо говоря как здесь ребята посмотрите на элементы подвески этого автомобиля посмотрите там присутствуют даже заводские стикеры на пневмостойках блин у нас не то что стикеров нет у нас все будет в соли в грязи в налете в песке мне в баллоны нужно постоянно чистить в европе это делать не надо там все чистое на трех четырех летней машине будут отсутствовать скола на кузове будут отсутствовать следы износа по салону посмотрите на этот девственный салон посмотрите на эти кожаные сидения посмотрите на перфорацию по моему именно это и отличает сиденье с вентиляцией как здесь от сидений без вентиляции но это же просто прекрасно это же просто вызывает восторг удивление именно из-за этого в том числе мои заказчики любят и выбирают эти машины в германии покупая немецкую машину вы покупаете качество в германии вы можете выбрать нужную для вас комплектацию если вам весь этот жир не нужен то возможно вам и не нужна германия вы можете купить обычную любую дилерскую машину почему немки почему машины которые эксплуатируются в германии в таком состоянии элементарный пример друзья сегодня я перегоняю эту ауди из москвы в санкт-петербург наш заказчик находится в питере у меня командировка и попутно мы договорились что я доставлю ему автомобиль сегодня я выехал пораньше я еду по мкаду съезжаю на платную трассу температура плюс минус 0 и вы видите что происходит это коктейль молотова это знаменитый коктейль молотова растаявший снег вместе с реагентами он залепляет стекла от него портятся щетки от него очень быстро мутнеет хром и в целом как я считаю он разрушает лакокрачное покрытие всего этого в германии нету в зимний период а минимум снега там сухие чистые дороги едем дальше по платной трассе и встречаем мы очень интересный автомобиль которому в европе я уверен очень сильно бы удивились эта машина которая набирает песка чтобы дальше ехать по дороге и рассыпать его при этом когда вы приближаетесь к этому автомобилю он не выключает свою сейлку песка он херачит этим песком ваши стекла ваш кузов ваши фары он херачит все и именно отсюда в том числе появляется пескострой мало того если вдруг вы сумели объехать эту пескостройку то песок остался на дороге и он попадает на элементы вашей подвески он попадает на ваши ботинки он попадает на кузов вашего автомобиля и летит в том числе с автомобилей за которыми вы едете и также разрушает ваше лакокрачное покрытие так я примитивно и надеюсь доступно попытался объяснить чем среда обитания автомобиля в европе отличается от нашей российской ну в частности московской вы должны понимать что автомобиль в жирной комплектации и в пустой это два совершенно разных автомобиля при том что они находятся в одном скажем так кузове ощущение от эксплуатации машины в жирной комплектации другие вы как будто на другой машине едете я сейчас перемещаюсь из москвы в питер перегоняю автомобиль и с этой пневмоподвеска это мега комфортно мало того что я могу регулировать жесткость амортизаторов зависимости от выбранного режима динамик у меня стоит комфорт или all-road жесткость подвески меняется так я могу еще и регулировать клиренс если вам нужно где-то проехать парень по лесу если вам нужно подъехать какому-то бордюру вы можете в том числе в ручном режиме поднять свой кузов относительно уровня земли опять же у меня машина с виртуальной приборной панелью все за ней гонятся все хотят виртуалку от audi от volkswagen и неспроста сюда можно вывести навигацию на весь информационный дисплей здесь много закладок различные помощники нужные и ненужные то же самое с аудиосистемой понятно что с обычной аудиосистемы и с банком про то что я говорил но этот другой звук это другое качество это намного приятнее даже в дороге вы едете просто отдыхаете с этим банком адаптивный круиз-контроль я думаю что на дизельских машинах вряд ли он будет и здесь работа этого круиза мне очень нравится в отличие от тех же самых бмв здесь очень большой выбор по дистанции можно ехать совсем близко к переди идущему автомобилю можно разорвать сильно дистанцию и что самое главное он мега адекватен на торможении то есть когда перед идущая машина тормозит это audi начинает тормозить без замедления у многих автомобилей у многих производителей адаптивный круиз работает таким образом что впереди торможение машина ваша ничего не делает подъезжает ближе и идет резкий кивок смотрите впереди нас фура стоял адаптивный на 130 машина плавно сбросила вот сейчас до 110 и кайф это все плавненько она все делает сама дистанция у меня стоит минимальная поэтому мы сейчас к фуре к этой приблизились она отъезжает в сторону я ничего не делаю для эксперимента даже до 90 уже скорость упала поднимаю ногу вверх и вы видите я не давлю на газ моя правая нога здесь левая тоже машина сама возвращается в скоростной режим 130 будет ли такое на дилерских машинах ну конечно нет конечно всего этого не будет но в целом это обычно audi q5 у которой достаточно большой багажник нам кстати по наследству достались слайдеры достались рейлинги на крышу и это здорово это такой небольшой бонус для заказчика осталось купить бокс можно отправляться в дальнее путешествие я уверен что вы уже засомневались своих рассуждениях и начали соглашаться со мной а теперь добавьте ко всему вышесказанному что у данной машины дизельный двигатель и наверное это основное отличие что отличает ее от дилерских машин там будет только бензин здесь двухлитровый мотор мощностью 190 лошадиных сил и конечно тут найдутся скептики которые сейчас скажут ой ну какая двушка для такой большой машины ей же не хватает друзья эта двушка позволит вам телепортироваться в пространстве и за 6 часов проезжать 650 километров со средним расходом 7 2 литра на 100 километров по моему этого более чем достаточно конечно с дивана виднее конечно вы больше всего знаете про те автомобили на которых вы никогда не ездили и никогда ездить не будете но я перегоняет автомобиль из москвы в питер могу с уверенностью сказать что здесь не было такого участка дороги где мне бы этой двушки не хватало я могу уверенно и разогнаться я могу уверенно и затормозить спасибо хорошей тормозной системе двигатель здесь ни при чем и мне очень нравится как эта двушка работает в паре с роботизированной коробкой она здесь роботизированная семиступенчатая и этот робот не отнимает мощность не отнимает кпд у мотора и за счет этого видео мотору работать легко и он здесь не напрягается друзья вот такие вот они европейские автомобили вот он audi q5 из германии с небольшим пробегом жирной комплектации эта машина обошлась клиенту в сумму около 37 миллиона рублей 37 миллиона до это дороже чем дилерские машины с бензиновыми моторами и пустые по опциям но эта машина стоит своих денег если вы хотите что-то подобное нужно рассчитывать на подобный бюджет соответственно вы же не обсуждаете людей которые покупают новые с классы и тратят на это 15 и больше миллионов рублей а через два года продают там за 8 за 7 теряя огромное количество денег знаете почему они так делают потому что они хотят и могут именно это же отличает моих заказчиков от вас друзья на сегодня у меня все не забывайте о том что пове номеру автомобиля в агруппы mercedes бмв можно определить пробег можно узнать сервисную историю можно узнать с каким пробегом эта машина выезжала из европы будет дата последнего обслуживания и объем сервиса которая выполнялась вы понимаете что самое главное это не купить машину а самое главное это купить машину и не быть обманутым не дайте пожалуйста себя обмануть